Всем привет! В общем, у меня сегодня в работе довольно-таки простое изделие. Дело в том, что мне нужно переделать вот этот женский ремешок, который сделан из искусственной кожи. В чем, собственно, проблема? Человеку не нравится, что при использовании тактильно этот ремень неприятен. То есть чувствуется, что это пластик, что это неестественный, ненатуральный материал. И плюс, очень не нравится, как этот ремень врезается в бока. Сама моделька ремня девушке нравится. И размер тоже со слов подходит идеально, поэтому я сделаю просто копию. И сделаю я копию из вот такой вот кожи комбинированного дубления. Причем она очень близка к кожам растительного дубления. Она хорошо обрабатывается, хорошо полируется с помощью токаноли, то есть края обрабатываются. И человек попросил, что не надо из толстой кожи делать. Но дело в том, что я как раз буду делать из толстой кожи. Но она довольно-таки мягкая, упругая. И ввиду того, что я не буду ее ничем пропитывать, не буду нигде прошивать, она останется такой же мягкой. И после обработки кромки, после ее срезания, соответственно ремень будет создавать ощущение, что он не прям уж какой-то толстый. И пользоваться им будет приятно. Ременную полосу с помощью ремнереза я уже вырезал. Сделал ее немножко потолще, чем здесь идет изначально. Шире у меня полоска получилась где-то на 3 мм. Почему я так сделал? Да просто потому, что здесь ремешок в пряжке немножко болтается, плюс тренчик здесь более свободный. Хотя можно было в принципе делать в ширине того ремешка, который существует. Сам вот этот кончик ремня, то место, где ремень будет застегиваться, то есть аналог здесь, место с дырочками, я сделал на миллиметр тоньше. Для чего, собственно, это я сделал? Да просто, чтобы ремень не терся боками, а пряжечку. И, соответственно, легко, комфортно застегивался. Первым делом я разберу ремешок и, соответственно, мне нужно аккуратно срезать швы. Делается довольно-таки просто. Вот этот ремень я буду использовать как шаблон для нового ремешка. Далее необходимо отшерфовать вот это место на ремне, за который будет пряжка цепляться, просто потому, что здесь общая толщина получается довольно-таки большая. Сейчас хочу попробовать одну фишку. Беру два кусочка кожи, толщиной где-то 2,5 миллиметра. Она потоньше, соответственно, той, которую я взял на ремень. На ремень я взял 4 миллиметра. И сейчас попробую сделать шерфование с помощью этих двух кусочков кожи вот этого ножа. Получится у меня или нет, я не знаю. Делаю это я впервые. Нож у меня довольно-таки хрупкий на самом деле. И кромку повредить на нем довольно-таки легко. При таком способе шерфования. Если получится, хорошо, но не получится, ничего страшного. Эксперимент все-таки, я думаю, стоит провести. То есть я надрезаю кожу вот таким образом. Устанавливаю его на эти кусочки кожи. Хорошо бы, наверное, все это закрепить. Сейчас посмотрим. Ну, я скажу, у меня не получается так сделать. Нужно вот эти кусочки кожи, либо взять пластик какой-нибудь, закрепить на столе. Может быть, с краю стола. И тогда было бы это все нормально. Что я хотел сделать? Я хотел вот эти куски использовать как ограничители, чтобы не срезать излишек кожи. Хотя вот так вот, в принципе, это все работает. Естественно, вот эта кожа немножко проминается. Но все равно это не критично. Больше, чем нужно, я не срежу. Так, дальше не идет. Но реально работает. Получается равномерный слой такой срезается. Интересно. Давайте еще дальше попробуем. Просто этим ножом лучше не так срезать, а именно резать, то есть небольшие движения вот такие выполнять. Хотя он заточен как бритва. Да, тяжеловато немножко. Таким образом, надо быть аккуратным, кстати, потому что нож очень острый и можно даже порезаться. Нож у меня сделан из порошковой стали. Из-за того, что заточен он под большим, то есть под маленьким углом, при больших нагрузках он может скрашиваться. Ну, то есть это понятно, что порошок, то есть порошковая сталь, плюс еще большой, точнее острый, маленький угол заточки. Ну, в целом, если посмотреть, прям реально этот способ работает. И слой снялся очень-очень даже равномерный. Круто. Но делать это сложно, то есть я вот давил прям так нормально, с большим усилием. Скорее всего, нужен специальный станок, то есть нужно сделать что-то аналогичное со сменным лезвием, там, или с затачиваемым. И протягивать полоску эту в этом станке. Снял я где-то 1 мм. В общем, от ремня у меня остался вот такой кусок кожи. Сейчас я из него вырежу как раз вот этот хлястик, то есть тренчик. Использовать буду ремнерез. Уже выставил нужное расстояние. Он шириной где-то 1 см. И дело в том, что качество реза данного ремнереза напрямую зависит от используемых здесь лезвий. Я использую лезвие Олфа, и в принципе, как они режут, мне очень нравится. Ну, да ладно, давайте попробуем. Обычно, кстати, ремнерезами тяжело резать очень тонкие полосы. Но здесь ременная полоса у меня довольно-таки толстая. И отрезать он должен без проблем. Это можно было, конечно, сделать с помощью, там, ножа и линейки, но ремнереза делает гораздо быстрее. Все, в принципе, отрезал. По ширине совпадает. Сейчас я сделаю по аналогии, как я делал вот с этим шерфованием. То есть, так же поэкспериментирую. Взял уже полосочки потоньше. Они идут толщиной где-то 1,8-2,2 мм. И сейчас между ними так же попробую эту полоску отшерфовать. Я, конечно, могу это сделать и без такой вот установки. Так, наверное, неправильно делаю. Мне надо вот этот кусочек побольше оставить, чтобы хоть как-то держать. То, что вот как я делаю здесь пальцы держу, это вообще неправильно, я сильно не давлю. ни в коем случае перед ножом нельзя оставлять пальцы, руки там и прочие, прочие конечности. Потому что реально нож очень острый, можно так рубануть, что мало не покажется. Короче, не получается у меня. Не могу я подлезть. То есть, нужен какой-то упор, нужно эти полоски как-то закреплять. Если, конечно, вот так пилить, я при этом не давлю сильно, чтобы вы понимали. А то будете брать с меня пример, так можно реально руки порезать. Так, ладно, пытаюсь держать. Что-то получается, но крайне неудобно. Наверное, вот эту полоску было брать побольше. Начиная синюю кожу еще повреждать. Так, буду смещать. В общем, по-хорошему, конечно, нужен специальный станочек все-таки. То есть, можно даже импровизированный собрать. У меня, кстати, идея сейчас возникла. Можно под каждую толщину сделать заготовку в виде либо дерева, либо пластика, в которую можно было вкладывать, например, ту же ременную полосу. Хотя, опять же, для широких ременных полос нужен специальный нож широкий, тогда будет. И вот можно было бы так вот вкладывать полоску и просто ножом все это дело срезать. Наверное, было бы идеально именно пластик какой-нибудь плотный, чтобы он ножом не резался. Действительно получается. Причем даже то, что я помучился здесь, все равно результат получается хороший. И это гораздо быстрее, чем если бы я просто сидел бы, старался бы ровно шерфовать без всяких вот подкладок в виде кожи. Мне нравится. Сейчас давайте дорежу эту полоску, раз с этой стороны я уже отрезал. Здесь, наверное, надо правильно подбирать угол атаки, потому что я срезаю синюю кожу немножко. Ну да, прикольно получается. То есть, мне в принципе нравится. Далее у всех деталей, собственно, у самого ремня и вот этого тренчика необходимо срезать вот эти уголки. Раньше, когда у меня не было кромкореза, я их снимал с помощью наждачной бумаги. Но работать с наждачной бумагой получается довольно-таки долго. То есть, у меня на одну ременную полосу могло уходить там до 20-40 минут. Что считаю долго. Поэтому сейчас я использую вот такие вот кромкорезы. Дело в том, что на каждую толщину кожи идет свой кромкорез, своей размерности. Чем толщина кожи больше, тем, соответственно, вот этот зазор у кромкореза также должен быть больше. Так вот, на коже толщиной 4 мм я буду использовать кромкорез размерностью 1,3 мм. Вроде как я его подтачивал. Кстати, чтобы они хорошо резали, их нужно постоянно обслуживать, их нужно постоянно править на абразивной пасте. Причем править не только с одной стороны, также производить правку и с другой стороны. Далее, с помощью вот такого финишного средства токаноли, это японское средство, производитель фирмы Сейва. И периодически мне задают вопросы по нему. Не знаю почему, в принципе, в интернете много по нему информации. Оно просто наносится на урез кожи, и можно работать даже с кожей хромового дубления. Хотя работает с кожей хромового дубления, он похуже. То есть надо дольше все это дело располировать и так далее. С кожей комбинированного дубления более качественными. Он работает лучше, а с кожей растительного дубления он вообще показывает себя, я бы сказал, идеально. Сейчас, несмотря на санкции у нас на территории нашей страны, все равно это средство в продаже есть. Оно есть как на зоне даже, есть на ярмарке мастеров. Какой-то период времени оно продавалось в том числе и на Алиэкспресс. Сейчас я его, кстати, найти не смог. Но, в принципе, проблемы нет. Задают вопрос, чем можно его заменить. Видите, раньше я использовал клей КМЦ, то есть клей на основе карбоксилметилцеллюлозы. Это, грубо говоря, древесная стружка переработанная. То есть целлюлоза определенным образом переработанная. Получается такая вот в виде ваты или даже иногда на стружку древесную похожая масса, которая просто разводится в воде и с помощью ее я заполировал также кожу, урезы и так далее. Но если сравнивать, допустим, средства токаноли и клей КМЦ, то они все-таки на разных уровнях находятся и токаноли мне в работе нравится больше. Что это за такое средство КМЦ, если есть еще английская аббревиатура SMS? Что это за средство КМЦ? Дело в том, что оно используется во многих сферах кондитерской, плюс используют ее также при бурении скважин. Также КМЦ это обойный клей, по сути дела. И, соответственно, клей КМЦ я покупал в строительных магазинах и его использовал. Также есть средства аналоги токаноли, как они себя ведут в работе, как они, по качеству я сказать не могу, потому что я им просто не работал. Но в целом сейчас, даже на текущий момент времени, проблемы купить токаноли я не вижу. Одна проблема, это сейчас зимний период и токаноли, если будут доставлять посылкой по почте, оно может перемерзнуть. Поэтому зимой заказывать его рискованно. Я бы не стал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 То есть сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Также я уже тряпочет Субтитры сделал DimaTorzok Farewell Form Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот и все, ремешок готов Если, допустим, его сравнивать с ремнем из искусственной кожи То понятное дело, что он на ощупь более приятный Плюс он выглядит поинтереснее И дело в том, что человек, который попросил меня этот ремень переделать Попросил сделать его из более тонкой кожи, чтобы он был помягче и так далее Но я все равно решил, что нужно использовать именно толстую кожу То есть вот эта кожа толщиной 4 мм, она довольно-таки мягкая И этот кусок кожи я взял с чепрака, то есть со спиной части животного И эта кожа, она с этого места практически не тянется То есть если вот ее попробовать растянуть, она не тянется Но при этом сохраняет свою мягкость Что в принципе очень-очень хорошее сочетание качеств То есть видно, что растяжения здесь практически никакого нет В руках она не пружинит Но сама кожа по себе выделана именно таким образом Что она очень-очень мягкая и приятная на ощупь Кстати, это одно из самых простых изделий, которое можно сделать Собрать этот ремешок можно быстрее, чем за час Все зависит, конечно, от заморочек, от обработки Если совсем не обрабатывать, просто быстро вырезать, пробить и шить То я думаю минут 30-40 на этот ремешок в среднем уйдет Если же заморочиться с обработкой, более-менее все по качеству не сделать То где-то в районе до 2 часов Я же данный ремешок делал в районе 5-6 часов Но это связано с тем, что я дополнительно также произвожу видеосъемку Ну и подготавливаю каждый кадр для того, чтобы все было, как говорится, красиво В принципе, на этом все Всем спасибо за просмотр, до следующего видео Всем пока!